Преподаватели, переехавших вузов, жалуются, что задерживают зарплаты и стипендии, и что министерство не помогало с переездом. На свои асигнувания, потому что каждый университет имеет свои асигнувания, то есть в казначействии свои деньги, чтобы он мог их использовать. И поэтому мы показывали, как это сделать, общались с студентными активистами, с викладачами, чтобы это были оргкомитеты, чтобы выбирался лидер, если это свой ректор, а если ректор лишился, они выбирали нового лидера. Министерство брало очень активную участь и общались с всеми активистами, поэтому эти звинувачения, эти вопросы, они несправедливые. Что дается такое впечатление? По-перше, вы используете всех в термин, такий, как эвакуація. Ніяких эвакуацій не было. Эвакуація – это когда-то планована дея, переведение людей, майна и так далее. Какая-то инициативная группа в каждом вузе переезжала, начала работать, а министерства сейчас выдают, что они корректировали эвакуацію. Ніяких эвакуацій не было. Розумієте? Скажите, відверто, Министерство освіти и другие министерства, скажите, есть какой-то координационный центр, который занимается этими вузами, про которые мы сегодня говорим? Нема никакого координационного центра. Люди не получали зарплату с мая, люди не получали зарплату до конца, практически, января. Обещано было, что нам выплатят. Мы были организованы, приказом номер 408, 20 октября организованы. Так вот, до 20 октября, 20 октября начали получать. Никто ничего не получил, до сих пор. Обещали министерства, министр обещал, а вы дайте мне, пожалуйста, письмо, разрешающее выплату. Письма не получил. До сих пор люди не получили зарплату. У нас висит незарегистрированная кредиторская задолженность. Мы не выплатили стипендии за 2014 год и мы не выплатили заработные платы за 2014 год. У нас первая зарплата была в январе, 28 января первый раз люди получили деньги. Почему не выплатили? А потому что 1 апреля появилась только техника. Технику нам предоставил фонд. Мы во все фонды, которые смогли обратиться, американский фонд развития. Дали нам 54 компьютера, дали нам оборудование для технологии питания и так далее. В общем-то, наука пока тоже остановлена в университете.